Всем привет! В эфире канал УТС Мировые Новости. С обзором последних событий из разных уголков мира вас познакомлю я, Ксения Петренко. Смотрите в этом выпуске. В Чили горят окраины морских курортов Виньедельмар и Вальпараиса. До них добрались лесные пожары. Погибло уже больше ста человек. Сотни пропали без вести. Жители Мехико уже несколько недель протестуют против нехватки воды. При этом официальные лица предупреждают о беспрецедентно низком уровне воды в основной системе, которая снабжает миллионы людей. Тесла отзывает больше двух миллионов электромобилей в США. Это почти все американские модели. Причиной отзыва стал неправильный размер шрифта на приборной панели. Вооруженные нападения в Пакистане и на Парижском вокзале, а также убийство доверенного лица экс-президента США. Подробности через пару секунд. В Пакистане оплакивают жертв вооруженного нападения на полицейский участок. Как сообщает телеканал Аль-Джазира, жертвами теракта стали 10 офицеров. Трагедия произошла на северо-западе страны в округе Дера Исмаил-Хан. Также сообщается о еще шестерых раненых. Добавлю, Пакистан столкнулся с целой серией атак на силовые структуры в последние дни. Это связывает с приближением выборов, которые запланированы на четверг. Напомню, что месяц назад также на северо-западе страны рядом с полицейским участком на воздух взлетел автомобиль. Погибли 22 полицейских, еще 32 стража порядка пострадали. Произошло нападение с применением оружия и на железнодорожном вокзале в Париже. В обстоятельствах инцидента на Лионском вокзале разбирается полиция. Известно, что бездомный африканец, уроженец Мали, вооруженный молотом и ножом, напал на пассажиров. Ранение получили три человека, один из них ранен тяжело, однако врачи стабилизировали его состояние и жизни ничего не угрожает. Нападавшего 32-летнего от РДО задержали. Передали полиции, отмечается, что у него наблюдаются признаки психического расстройства, а из документов у него были только итальянские водительские права. В пригороде Лос-Анджелеса задержали подозреваемых в краже, которые прокатили на капоте владелицу украденного. Речь о похитителях французского бульдога. Оба преступника арестованы, это мужчина и женщина. Если женщина осталась под стражей, то 21-летнего подозреваемого отпустили под залог в 70 тысяч долларов. Насчет собаки ничего не сообщается. Инцидент произошел 18 января, когда владельца собаки обедала в ресторанчике на открытой веранде. Проходившая мимо женщина схватила поводок и ушла с чужим четвероногим. Хозяйка побежала за песиком, прыгнула на капот машины похитителей и так и проехала несколько кварталов, пока не упала. Одно разбойное нападение и две человеческие смерти. В столице американской демократии застрелили бывшего чиновника администрации, экс-президента США Дональда Трампа. Речь о сотруднике по торговле товарными фьючерсами Майке Гиле. Он находился в своей машине, когда преступник залез к нему в авто с целью грабежа, после чего выстрелил. Гил скончался, а преступник угнал машину и пытался скрыться, но его вычислили полицейские. Была погоня с перестрелкой, которая закончилась гибелью подозреваемого. Трамп выразил соболезнования семье погибшего чиновника, отметив его весомый вклад в развитие государства. Напомню, сам Трамп борется за президентское кресло на предстоящих выборах. Новые данные приходят из Чили и напоминают они сводки с фронтов. Только люди там борются со стихией, которая пока выигрывает битву. Счет на погибших от лесных пожаров идет на сотни. Смотрите подробности. Смертоносные лесные пожары добрались до окраин морских курортов Виньедельмар и Вальпараиса в Чили. Также огонь охватил соседние города. В целом под угрозой оказались более миллиона людей. За несколько дней погибли 112 человек, сотни пропали без вести. В своих домах сгорело много пожилых людей. Также многие жители попали в огненную ловушку, пытаясь уехать из горящего города на автомобилях. Власти говорят, что число жертв будет расти. В стране объявили двухдневный траур. В огне сгорели тысячи домов. Супруги Серхио и Мария из города Виньедельмар прожили вместе 30 лет. Владели домом и мастерской. Теперь остались только стены, мусор и покорёженный металл. «Это моя мастерская. Мы остались ни с чем. Всё, что нажито, принесено в жертву». Некоторые говорят, что бедствие больше похоже не на пожар, а на ядерный взрыв, настолько масштабное разрушение. «Это моя кухня. Там же стояла стиральная машина. Это ванная, здесь были души, туалет. Здесь была спальня, там ещё одна спальня. Это гостиная, там столовая». Только в воскресенье вспыхнуло более 30 пожаров. Президент Чили ввёл чрезвычайное положение, чтобы направить больше сил на борьбу с огнём и помощь пострадавшим. Помимо спасателей задействованы 1300 военных. В зонах бедствия объявлен комендантский час. «Пожары распространяются быстро. Погода усложняет борьбу. Жарко. Сильный ветер скоростью 30 км в час и с порывами до 60. Также сейчас низкая влажность. Если вы получили сообщение с инструкциями по эвакуации и думаете, что пожар далеко, не заблуждайтесь. Если пришло сообщение, значит, надо эвакуироваться». Это бедствие стало самым смертоносным в Чили с 2010 года, когда в результате землетрясения и цунами погибли 800 человек и 1200 пропали без вести. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью руководителя Намибии Хаги Гейнгоба. Обращение опубликовано на сайте Кремля. С именем почившего отметил российский лидер связанное становление государственности и важнейшие события новейшей истории Намибии. Путин отметил его мужественность, проявленную в сражениях в рядах бойцов за независимость и верность службе. Также президент России отметил, что трудно переоценить вклад в развитие дружественных отношений между нашими странами. Напомню, президент Намибии скончался на 83-м году жизни причина рак. Руководил страной с 2015 года. Коренное население Великобритании тает на глазах. По прогнозам экспертов, к 2036 году демографический состав страны изменится до неузнаваемости. Джонов и Генри станет по минимуму. А вот представители иных государств или даже культур наоборот большинство. Население Соединенного Королевства вырастет на 6 миллионов 600 тысяч человек. Из них 6 миллионов 100 тысяч придется на миграцию. Также сообщается, что больше 7,5 миллионов британцев покинут родину. Реагировать на эти цифры аналитики рекомендуют так – паниковать и срочно что-то придумывать. И снова миграционный вопрос, но на этот раз во Франции. Услышать французскую речь на улицах городов Пятой Республики с каждым днем все сложнее. Чаще что-то на арабском. Это стало причиной изменения законодательства в сфере миграции. Часто мигранты далеко не самые благополучные граждане. Особенно если речь идет о натурализовавшихся нелегалах, которые выжнуждены учить во французских школах. На этих кадрах ученик старших классов, выходец из бывшей французской колонии, весьма доходчиво объясняет учителю, что нужно писать в электронный дневник. О том, чем закончился инцидент с применением огнестрельного оружия, не сообщается. Но законодатели уже приняли ряд важных решений, чтобы ограничить поток таких ребят в страну. Например, беженцам и нелегалам в стране станет менее комфортно, труднее будет получить медпомощь, работу и пособие. Правда, если нелегал трудится на вакансии, где отмечается дефицит кадров, то его на родину не отправят еще как минимум год. Протесты, драки. Только убийств не хватает в мексиканской столице. Гуманитарный кризис. Людям не хватает воды. В чем причина такого дефицита, разбирались мои коллеги. В пригороде Мехико жители собираются со своими ведрами в ожидании водовоза. Такова их новая реальность, поскольку мегаполис с населением 21 миллион человек столкнулся с водным кризисом. Чиновники говорят, что причина в меньшем количестве осадков и более длительных засушливых сезонах. Также наблюдается беспрецедентно низкий уровень воды в основной системе водоснабжения, от которой зависят миллионы людей. В этом районе соседи уже дерутся за воду. В последние дни также вспыхивают протесты. Местная жительница Мэри Бэль говорит, что без воды уже больше месяца. Мы понимаем, что в Мехико серьёзная проблема с водой. Но власти должны проявлять понимание. Чиновники просят людей изменить свои привычки, чтобы экономить как можно больше воды. «Мы уже взяли за правило, что машины больше не моем. Сад, траву не поливаем, только растения, чтобы они не погибли. Мы также планируем начать повторно использовать для полива воду из стиральных машин». Нехватка воды – обычное явление для многих районов Мексики. Но официальные лица говорят, что водная система столицы испытывает самое сильное давление за всю историю. «Количество осадков постоянно сокращалось последние 4-5 лет. Это привело к тому, что в водохранилищах накопилось очень мало воды. Пока у нас есть только половина воды, которую мы получили в 2019 году». В конце января через систему проходило около 40% обычного объёма воды. В прошлом году этот показатель составлял 54%. Протесты начались в Сенегале после переноса даты выборов президента. Об этом сообщает Рейтерс. В Дакаре полиции даже пришлось применять слезоточивый газ, чтобы разогнать манифестантов. Некоторых задержали демонстранты, блокировали движение транспорта на столичных дорогах с помощью баррикад из автомобильных шин, которые подожгли. В массовые беспорядки оказались втянуты даже два кандидата в президенты. Удивительно, но о пострадавших не сообщается. Отмечу, что на днях президент страны сообщил о переносе выборов на пост главы государства. Причина – якобы неразбериха с кандидатами. Голосование намечалось на 25 февраля. Есть идея, есть демонстрация. В Швеции прошли митинги против государственной пропаганды. Причина в том, что шведам надоело употреблять в качестве новостей то, что под политическим соусом подают госсми. Движение «За свободу» выступило с инициативой освещения журналистами реальных проблем, которые сейчас умалчиваются или подаются в ракурсе угодным правительству. А это ставит под угрозу будущие страны, уверены протестующие. В итоге изменить ситуацию, по мнению демонстрантов, сможет правда о последствиях вступления Швеции в НАТО, реальной побочки от вакцинации против ковид в миграционном вопросе, а также увольнение руководства госканала и радио. Больше двух миллионов автомобилей отзовет Тесла из-за неполадок. Старт отзывной кампании дали в конце минувшей недели. Под нее попадают не только легковый сегмент, но и выпущенный в этом году пикап «Сайбертрак». Инициатором отзыва стало Национальное управление по безопасности дорожного движения США. Претензии возникли к размеру шрифта, предупреждающих в сохранении на приборной панели. Якобы он слишком мал, и это повышает риск ДТП. Как бы то ни было, но акции автопроизводителей подешевели в пятницу на 0,8%. На этом у меня все новости. Желаю вам хорошего настроения. С вами была Ксения Петренко. Смотрите нас в YouTube и Telegram каналах. Увидимся!